Мамонты одни из крупнейших млекопитающих животных, относящихся к отделу хабатные. Они исчезли с лица земли порядка 10 тысяч лет назад. Установить вымирание последнего млекопитающего достаточно сложно, ведь их исчезновение на различных территориях происходило неравномерно. Погибая на одном континенте, они продолжали существовать на другом. Мамонты обитали на различных территориях нашей планеты в зависимости от классификации. Первоначально они проживали в Африке, далее появились в Европе. Их родственниками называют африканских слонов, которые имеют сходство по физиологическим признакам. Ученые установили, что первый вид этих млекопитающих – африканский мамонт. Именно он не имел шерстяного покрова. Рыли глубокий карьер, и на глубине 7 метров вдруг нашли этого мамонта. Выяснилось, что наши северные народы, слово «мамонт» – это наше слово от наших северных народов. Продолжительность жизни этих мохнатых великанов составляла порядка 60-66 лет. Мамонты чуть крупнее слонов. Их масса достигала 14 тонн, а рост крупных млекопитающих был около 5 метров. Различие по половому признаку у этих животных проявлялось в их росте, так же, как и у слонов. Самцы были намного крупнее самок. Общей характерной особенностью гигантов был горб, который располагался на холке. Ученые определили, что этот холм состоял из жира и был жизненно необходим для питания животного в период голодания. При помощи хобота мамонты упрощали свою жизнь. Его расширение на кончике можно сравнить с лопатой, благодаря которой животные разгребали снег, облегчая тем самым продвижение. Питались эти животные жесткой пищей, что можно понять по структуре зубов. Интересно, что характерные бивни крупных млекопитающих весили 100 килограмм. Были стадные животные. Как они ходили? Обычно, так как у современных слонов, либо какая-то мамонтиха старая, либо самец какой-то. Очень крупный. И все его семейство. Вот они так ходили. И своими бивнями расчищали снег до почвы. И оттуда доставали эту пищу свою. Основной причиной погубившей лохматых великанов сегодня называют изменение климата, вызвавшее резкое сокращение пригодных для жизни мамонтов условий. Поскольку после окончания ледникового периода уровень моря повысился, мамонты оказались отрезаны от материка. Изоляция привела к уменьшению размеров мамонтов. Но карликовость оказалась не самым тяжелым последствием изоляции. Хотя сильные ветра и препятствовали смене открытых тундровых ландшафтов на лесные, небольшая площадь острова не могла поддержать достаточное количество пространства для крупных животных. И это привело к исчезновению вида. К сожалению, сегодня уже нельзя точно сказать, был ли мутационный кризис с решающим фактором в окончательном вымирании мамонтов. Некоторые исследователи полагают, что причиной краха популяции могли послужить некие катастрофические события или охота древних людей. Повлияло именно климатические условия и то, что не стало пищи. Ареалы очень сокращались. Я же сказал, уровень кяна поднимался, и вот эти только остались вот у острова Арангельича. Они на вершинках. Они же питались вот так. Была тундра. Даже увидеть это млекопитающее можно на фото в интернете или же в музеях. Например, в Геологическом музее Казанского федерального университета представлена инсталляция животного в полный его рост. Отметим, что представленный мамонт – это подлинный исторический останок мохнатого великана. Адалина Абдрахманова, Андрей Багулудинов, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова